Добрый вечер, друзья! Рада вас сегодня видеть в этой комнате. И мы продолжаем наши уроки по WordPress. Друзья, давно уже не спрашивала я по поводу того, есть ли у нас вообще новенькие. И так, меня слышно? Давайте сначала проверим связь. Как меня слышно? Поставьте плюсики. Слышно, видно? Нужно ли прибавить, убавить звук? Татьяна? Окей, все, вижу, что есть звук. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо, спасибо за связь. Есть ли кто-то у нас, кто... Наталья новенькая, да. Кто-то новенький, потому что я что-то уже в последнее время вообще не спрашиваю, есть ли у нас кто-то новенький. Поставьте единичку, чтобы я отличала от плюсиков. Есть ли кто-то, кто у нас пришел первый раз? Я просто буквально пару слов скажу, что у нас за мероприятие. Многие просто даже не знают, что это такое. Приходят первый раз. Ух, как много у нас сегодня. Юлия, здравствуйте, Виктор, Виктория, Наталья, Александр, Елена, Александр, Светлана, Татьяна, Ирина. Татьяна, второй раз. Окей. Значит, смотрите. Здорово, что вы к нам присоединились. Я надеюсь, что у вас будет не последнее занятие, что вы будете посещать в дальнейшем эти уроки. Значит, первое. Что это вообще за мероприятие? Как видите на экране, у нас уже 90-й урок. То есть мы уже ведем это давно, давно и регулярно. Да, уже два года у нас сейчас в феврале будет ровно два года. Да, кстати, для тех, кто в клуб подписался в феврале, сейчас заканчивается ровно год. И для всех, кто был год с нами, у кого был вот этот год проплачен, кто получил это в качестве бонуса, сейчас заканчивается членство, и мы делаем очень большую скидку для продолжения. То есть на следующий год оплата членства в клубе, она будет с большой скидкой. Но это я скажу уже позже, в конце. Так вот, мы уже ведем два года эти занятия. 90-й урок сегодня. Подробнейшим образом разбираем все аспекты WordPress, ведения блога и всевозможные темы, связанные с блогом и с WordPress. Начиналась идея, как просто для пользователей шаблона об Inspiration давать информацию расширенную, как вести блог. То есть, ну, как его наполнять контентом, как писать там статьи, как размещать изображения, видео, аудио. То есть изначально была идея очень простая. То есть давать такой простой материал, самый основной, помощь нашим пользователям шаблона об Inspiration. Упоминаю, говорю шаблон об Inspiration, и сразу возникает вопрос. Есть ли кто-то, кто не знает, что такое шаблон об Inspiration, и кто им не пользуетесь? Поставьте, пожалуйста, минусики, чтобы я понимала, кто у нас в аудитории. Так, Виктория не знает, Наталья не знает, Татьяна не знает. Ух ты! Знаете, я на самом деле очень рада, что к нам приходят люди на наши занятия, которые не пользуются шаблоном об Inspiration. Мне это очень, правда, приятно, потому что, как я сказала изначально, это была чисто такая своя тусовка, задуманная для своих, для пользователей шаблона об Inspiration, и как бы для них мы хотели давать этот материал. Так, что такое шаблон об Inspiration? Окей, это шаблон, разработка, которой уже 5 лет, конструктор, на котором вы легко и просто создаете свой блог. Блог, отличается он от других шаблонов тем, что в него уже встроен весь функционал, необходимый для создания сайта, для создания блога функционального. То есть, допустим, буквально пару слов скажу, потому что сегодня тема у нас плагинов, она очень тесно связана как раз с конструкциями, с функционалом. Значит, смотрите, WordPress – это платформа, на которой мы создаем сайт. Ну, блог, сайт, как хотите, называйте. Значит, мы создаем блог. Это платформа, которая уже включает в себя необходимый функционал для публикации статей, публикации картинок, там, видео, для того, чтобы там красоту какую-то навести, да, внешний вид создать, комментарии ваши читатели могут оставлять. То есть, весь этот функционал уже есть в WordPress. Это такая большая, тяжелая, сложная программа, над которой работает много людей. Она как бы распространяется в интернет бесплатно, вот, но постоянно улучшается, что-то туда добавляется и так далее. Сам WordPress, его еще называют движок, да, но, по сути, его функционал так и есть, да, это движок, то, что заставляет, по сути, двигаться. Можно провести аналогию с автомобилем. То есть, в автомобиле есть двигатели и все вот эти вот внутренние какие-то там соединения, да, которые так или иначе связаны с двигателями, которые заставляют машину двигаться, ехать с одной точки в другую. То же самое вот с WordPress. Это движок. У самого, вот, если мы берем аналогию с машиной, то у движка и вот у внутренности, да, автомобиля нет внешнего вида. То есть, ну, вот движок и движок. Функционал есть, но красоты нет. Нет, там, каркаса красивого, какого-то дизайна, да, и все такое. Вот внешний вид машины создается с помощью каркаса. В WordPress, в блогах, да, в сайтостроении, это называется шаблон, шаблоны, да. Мы уже тему шаблонов проходили, и так кратенько скажу, да, что их очень много, на самом деле, в интернет. Просто огромное количество, они отличаются. Есть платные, есть бесплатные, есть старые, есть новые. В общем, вот этот функционал шаблонов, каркаса, да, и движка соединяется с помощью функций, которые прописаны в WordPress, в движке, да, то есть функции соединяются, и все как бы работает. Если шаблон слишком старый, то может возникнуть конфликт. Например, устаревшая функция, там чего-нибудь еще там в WordPress было доработано, в шаблоне не предусмотрено и так далее. То есть нужно выбирать новые шаблоны, конечно же, которые протестированы с новой версией WordPress. Также еще есть, допустим, если мы берем машину, да, то есть у нас есть движок, есть каркас, красота, внешний вид, но нет определенного функционала, который улучшает нашу машину. Есть обязательный функционал, есть не очень, есть для красоты, есть, там, не знаю, для пользы какой-нибудь и так далее. Например, в машине это колеса. Нужно? Нужно. Без колес машина не поедет. Руль нужен? Нужен. Без руля как бы тяжело будет управлять ей. Магнитола внутри нужна? Ну, так, было бы неплохо, да, с музыкой ехать, но хорошо, если будет. Кресла нужны? Нужны, чтобы мягко было, удобно сидеть и так далее. То есть все, что внутри машины, там, снаружи и так далее, дополнительное, оно вставится отдельно, да, то есть, ну, добавляется. То же самое и, допустим, при сборке, да, машины, то же самое при сборке сайта. Например, еще раз, да, повторим, движок – это у нас WordPress, каркас – это у нас шаблон, и теперь надо все туда прикрутить, чтобы это был функциональный сайт. Вот это вот все, что прикручивается, называется плагины, то есть, дополнительные модули, которые улучшают функционал движка WordPress, да, либо дополняют то, чего в нем нет. Ну, например, изначально не задуманы колеса. Вот, значит, мы это все дело прикручиваем. Вот, собственно, плагины, да. Начала я про шаблон AB Inspiration. Собственно, чем отличается шаблон AB Inspiration от других шаблонов? Тем, что шаблон AB Inspiration – основной функционал, которого недостает WordPress, но который необходим для работы, уже встроен. Например, если вы берете любой другой шаблон, вам необходимо найти плагин в интернет, а их, ну, не знаю, сотни, наверное, разных плагинов, чтобы поставить кнопки «Поделиться». Вот вы наверняка видели на сайтах, да, кнопочки «Поделиться», когда вы видите какой-то материал интересный, кликаете на кнопку «Фейсбук», открывается окошко, и вы отправляете эту статью к себе в ленту в «Фейсбук». Так вот, чтобы вот этот функционал у вас появился на вашем сайте, вам необходимо установить дополнительный плагин. Чтобы установить дополнительный плагин, вам нужно его найти в интернет. В интернетах больше сотни, там, я не знаю, тысячи разных разновидностей плагинов, социальных кнопок. Вам нужно протестировать каждый из этих плагинов, какие-то встанут, какие-то не встанут, какие-то испортят ваш блог, какие-то будут конфликтовать с другими плагинами и так далее, и так далее. Каждый плагин будет требовать какой-то настройки, настройки на английском языке, нужно разбираться, понимать и так далее. То есть, каждую, любую вот фиговину, которую нужно добавить, допустим, к вашему сайту, нужно будет разбираться. Не все, конечно, какие-то плагины ставятся и сразу работают, какие-то, но основная часть все-таки нужно их настраивать. Так вот, когда я создавала шаблон об Inspiration, я этот момент предусмотрела. То есть, я понимала, что, допустим, дать людям обычную какую-то инструкцию, как создать сайт, практически нереально. И таких курсов наверняка вы видели много. Они не хорошие, не плохие, они, каждый по-своему, в основном хорошие эти курсы. Но по этим курсам чаще всего невозможно сделать хороший сайт и повторить все точь-в-точь, потому что автор курса заранее никогда не знает, какой шаблон вы выберете, какие плагины вы поставите. Он может что-то порекомендовать, допустим, вы выбрали другой шаблон, поставили еще какой-то плагин и так далее. То есть, у вас все будет уже по-другому. И когда я создавала 5 лет шаблона об Inspiration, была такая идея создать такой шаблон, то есть, внешний вид нашего сайта, в который будет все включено. Основной функционал, например, кнопки поделиться, похожие записи в конце статьи, формы подписки в боковой колонке внизу, кнопки смайлики в комментариях, виджеты в боковой колонке социальных сетей, всякие группы ВКонтакте и прочее. То есть, много-много-много всего там, много скрытого, чего не видно, все уже в это встроено. И для пользователя шаблона об Inspiration, все, что нужно, это взять шаблон и по инструкции, по видеоинструкции прописать в нужных местах нужные вещи. Ну, например, чтобы работал там, допустим, виджет группа ВКонтакте, нужно вставить ссылочку на группу ВКонтакте. Никаких кодов, никаких, там, я не знаю, редактирований шаблона, никаких плагинов, ничего. Ставили свой адрес на группу, и у вас появился блок с группой ВКонтакте и так далее. Вот так все делается в шаблоне. Вот, собственно, шаблон. Но когда, вот, пять лет назад шаблон был выпущен, в течение пяти лет он развивается, сейчас это уже такой мега вообще конструктор, и сейчас мы, кстати, проводим тренинг по интернет-магазину, то есть на нем уже можно интернет-магазин даже сделать. Это очень мощный уже инструмент, и всегда была, то есть не было проблем с созданием. То есть мы даем вот шаблон, даем видеоинструкции, и все в течение, там, дня пользователь создает себе великолепный сайт. Причем в шаблоне уже встроено, наверное, ну, не знаю, 80% функционала, 80% функционала по изменению внешнего вида. То есть можно вообще менять внешний вид, как вам там захочется. Вот, то есть будет не одинаковый, как у всех, а будет разный, как вы захотите. Вот, но всегда была проблема одна, это что с ним делать дальше. То есть шаблон есть, инструкции есть, сайт у всех получается, даже у новичков, у тех, кто вообще в интернет только пришел, у всех получалось создать сайт полнофункциональный, со всеми, со всеми настройками, как это делают профессионалы. Для профессионалов, кстати, 5-7 дней требуется, чтобы настроить блок, да, настроить шаблон, чтобы в нем было вот все-все, что в шаблоне об Inspiration. А новичок у нас делает в течение одного-двух дней. Вот, так вот шаблон об Inspiration, да, великолепная машина, но в дальнейшем всегда был вопрос, а что с ним делать дальше, да, вот как вести, как наполнять информацией, как писать тексты, как там управлять, как администратор админкой и так далее. И вот, собственно, тогда и родился, вот, родилась эта идея по поводу пошаговых инструкций по управлению и ведению блога на WordPress. Теперь понятно, все, кто пришли первый раз, и кто не знает про шаблон об Inspiration, немножко истории, да, откуда все это появилось и вот для чего ведется. Буквально с первых же дней наших вебинаров мы поняли, что, во-первых, просто уже не будет. Я вообще не умею ничего просто делать и так поверхностно. Каждая тема очень глубоко разбирается, пошагово. Мы иногда дробим на несколько их частей. Ну, в общем, в итоге у нас все это как бы разрослось и вышло за рамки, сразу же буквально с первых же занятий мы вышли за рамки шаблона об Inspiration, то есть я поняла, что ко мне приходят сюда не только пользователи шаблона об Inspiration, но и те, кто хотят на другом каком-нибудь шаблоне создать сайт, и мне надо было информацию для них тоже давать. Вот как для вас, например, да, вот кто пришел. Не с шаблоном об Inspiration. И, ну, самой мне тоже это все интересно, конечно же, разбирать. Вот. И, в общем, да, вот разрастается тренинг, и мы идем по админке сверху вниз, по настройкам, да. Если, допустим, мы проходили информацию по контенту, мы выходили вообще за рамки WordPress, то есть мы рассматривали сервисы, которые можно связать с нашим блогом. Например, есть сервисы, где вы, видео, например, хостинг, да, где вы размещаете свое видео, потом размещаете у себя на блоге. Есть сервисы, где вы можете, например, создать опрос или голосование и разместить это голосование у себя на блоге. Есть сервисы, где вы можете создать форму контактную или форму регистрации, или, ну, не знаю, любой сбор информации, форму, да, и разместить у себя на блоге. Есть сервисы, где вы можете создать карту интерактивную, да, на нахождение вас, ну, то есть карта физическая, да, где вот вы находитесь, например, ваш офис или еще что-то, да, и разместить у себя на блоге. То есть мы стали выходить за рамки уже WordPress и рассматривать разные сервисы, которые мы можем использовать, уже прикреплять информацию к себе на блог. Вот это тоже был целый блок информации у нас, ряд вебинаров. Вот, сейчас мы, наконец, добрались до плагинов, до плагинов. Как я уже сказала, мы идем сверху вниз по админке, то есть когда мы заходим в административную панель блога, у нас с левой стороны меню, и вот мы идем потихонечку сверху, сверху вниз и периодически там рассматриваем разные темы по ходу уже. Сейчас мы уже приближаемся к концу этой админки, то есть к концу меню, и дальше у нас будут уже темы, то есть когда мы дойдем уже до конца, сегодня у нас плагины, потом будут еще пользователи, потом мы еще рассмотрим тему инструменты, то есть экспорт и импорт данных, потом мы еще рассмотрим настройки, это последняя будет часть, и когда мы завершим уже полностью админку сайта, блога на WordPress, мы приступим к следующим темам, это разбор разных плагинов премиум-класса, которые добавляют не просто какой-то вот функционал, например, магнитолог вам в машину, делают нечто большее, например, создают закрытые разделы, закрытые разделы вашего сайта, которые, доступ к которым вы можете продавать, например, так, да, интересно, интересно, да, допустим, создавать лендинги, то есть продающие страницы, тоже есть огромный многофункциональный плагин для этого, все эти плагины будут платные, безусловно, да, потому что такие серьезные функционалы, они делаются на платной основе, и мы будем разбирать эти плагины уже, ну, вот, после того, как пройдем всю админку. Это у нас план на вот этот год, на 2017, сейчас мы вот завершаем еще у нас несколько вебинаров по админке, как я уже сказала, да, и следующие у нас начнутся уже серьезные, серьезные плагины, да, платные. Еще напомню по поводу членства, смотрите, у нас все вебинары живые, бесплатные, то есть вот вы приходите, и мы бесплатно здесь все это дело разбираем. Записи у нас все платные, они хранятся в клубе, который называется тренинговый центр вдохновения, и доступ для участников платный в виде членства, в виде членства платится на год, и вы имеете доступ ко всем предыдущим записям, которые уже два года, да, записываются, и как бы к следующим записям в течение года, то есть дается членство на год. Сейчас у нас будет большая скидка, поскольку у нас вот ровно год заканчивается, как к нам присоединились участники, год для вас заканчивается, да, кто из вас тут сейчас присутствует, и на следующий год мы даем 50% скидку, 50% скидку. Приобрести, вы можете уже прямо сейчас начинать оплачивать этот вход, если что-то непонятно, обращайтесь к поддержке по Skype, по MLM-проект.ру, вот, чтобы получить скидку 50%, код купона 50% на сайте vpplaza.ru. Сейчас я вам сразу скину, и мы начнем уже работать. Я еще в конце потом повторю, потому что у нас есть кто опаздывает. vpplaza. Сейчас я скину сразу ссылку на тренинг. Так, пошаговые инструкции, да, вот этот. И вот по этой вот ссылочке там в корзину нажимаете добавить в корзину, и в корзине уже пишите 50, это купон, на 50% скидку. То есть сейчас стоит у нас вход 29 тысяч, если вы добавляете в корзину, дальше в корзине пишите код купона 50. Сейчас, минуточку, я вам включу сразу экран, чтобы вы видели, как это делается. У нас много вопросов по этому задают, и я уже... Вот, смотрите, значит, я вам дала скидку, дала ссылку вот на эту страницу, пошаговые инструкции ассистента блогера, стоимость 29 900, то есть почти 30 тысяч. Дальше вы просто спускаетесь ниже, нажимаете на кнопку добавить в корзину, добавить в корзину, и вот здесь вот с левой стороны код купона пишите 50, применить купон. Спускаетесь ниже, и у вас будет стоимость 14 995. Дальше уже оформляете заказ. Понятно, да? Все, но это еще вот я объясню в конце. Все, организационные моменты выяснили, приступаем к работе. Если есть вопросы, если есть вопросы по оплате, по продлению, да, по продлению особенно, кто у нас уже участники, обращайтесь в техподдержку MLM проекта.ру. В техподдержке вам все объяснят, как что нужно будет сделать. Окей, все, поехали. Выключаю я видео на время вебинара, чтобы оно у нас не забирало. И мы приступаем. Итак, плагины. Тема большая, и мы уже на протяжении, кто вот ходит на все занятия, на протяжении длительного времени уже много раз переходили в этот раздел плагины, и загружали плагины, и активировали, какие-то настройки делали. То есть вы уже знакомы с этим разделом, безусловно, да, и особенно пользователи шаблона AB Inspiration, так вообще вы уже и настраивали плагины, да, и как бы загружали. Есть плагины для шаблона AB Inspiration. В общем, не раз уже соприкасались с этой темой. Поэтому сегодня у нас будет немножко, ну, расширена информация. Я дам такую не очень простую и не очень для новичков, скажем так, да. Решение проблем с плагинами мы посмотрим. Деактивацию плагинов через админку, какие бывают проблемы, да, когда, допустим, сбой происходит. Вот. Ну и, конечно, простые темы – это вот удаление, обновление, загрузка плагина и так далее. Так, поехали. Ну, что такое плагины, я уже объяснила. Плагины. Я вот, кстати, люблю переводить английские слова на русский, потому что у нас все слова, связанные с интернет, пришли в чистом виде на английском, и мы вот не понимаем вообще, что это значит, потому что нету в русском языке таких слов. Вот нету плагин, да. Нам приходится просто запоминать, и как бы ассоциацией с обычной жизнью нет слова, да. А ведь в английском языке все эти слова пришли из обычной жизни. Допустим, слово plug-in, оно вообще не пишется слитно. Это пишется через тире, и означает оно штепсельное соединение, то есть розетка, подсоединение, да, подключение. Либо вот еще второй перевод, это вставной. Ну, и сразу же, когда, знаете, вот у вас есть понимание слова, допустим, когда для англичанина, для американца говоришь plug-in, он уже сразу, у него ассоциации возникают. Так, что-то это должно соединиться. Ему проще понять вообще значение этого инструмента. А когда нам говорят слово plug-in, для нас это вообще пустой звук, пшик, да, непонятно вообще, что такое plug-in, какое-то иностранное, странное слово. Вот, поэтому вот смотрите часто переводы. Переводы, оно будет сразу вам внимание, значение слов. Итак, plug-in – это штепсельное соединение, то есть розетка, грубо говоря, да, подсоединение, подключение. И вставной, то есть вставка чего-то куда-то. Вообще вот определение plug-in WordPress – это программа, предназначенная для расширения возможностей WordPress. То есть то, чего нет в WordPress, мы делаем с помощью плагинов и подключаем к WordPress с помощью функций. Технически плагины – это набор файлов, то есть так же, как и WordPress, да, если вы откроете папку с WordPress, то вы увидите там большое количество разных файлов с окончанием PHP. Также там есть обязательно папочка вот такая вот JS, это вот WordPress, да, где хранятся скрипты JavaScript, есть, допустим, картинки, есть папка CSS, это стили и так далее. То есть это набор файлов. Основные файлы – это PHP с кодом, PHP, с кодом программирования, который, собственно, и создает функционал. Также в зависимости от шаблона могут быть файлы стилей, вот, например, здесь, да, целая папочка стилей разных, и библиотеки JS, это JavaScript и, возможно, там, динамические штучки. Вот здесь тоже в отдельной, допустим, папке это заложено. Ну и может быть что-то другое, например, вот как здесь в примере картинки еще могут быть. Какие бывают плагины? Ну, прежде всего, бывают бесплатные. Бесплатные. Вот. Бесплатные, их очень много на самом деле, и вот на сегодняшний, прям вот сегодняшний, я свежий скриншот сделала, и на WordPress, посмотрите, вот здесь вот на официальном сайте WordPress.org, 48 тысяч плагинов, представляете, какое количество? И скачаны они были уже полтора миллиарда раз. Это вот статистика самого WordPress. Бесплатные плагины находятся официально, да, их можно в разных местах увидеть и скачать, но официальное место единственное, это ru.wordpress.org.plugins, вот на этой страничке. Сейчас я вам сразу буду высылать ссылочки, чтобы у вас были. WordPress – это вообще официальный сайт WordPress. И если вам что-то нужно, бесплатное, да, то нужно оттуда обращаться, потому что, я сейчас объясню еще по плагинам, плагины – то же самое, что и темы, шаблоны, да, могут быть платными, премиум-класса, но есть такие дельцы, которые, допустим, берут платный плагин, взламывают там защиту какую-нибудь, если она есть, а потом выставляют это в интернет для скачивания бесплатно. Ну, естественно, такая лакомый кусочек, да, премиум-класса, как правило, плагины, они функциональны, красивы, интересны, ну, вот, красиво у вас работают, а если они скачивают, ну, как бы доступны в бесплатном доступе, да, то есть подозрение, что туда могут встроить и какой-нибудь вредоносный код. Во-вторых, если вы скачиваете премиум-класса шаблон, точнее, плагин бесплатно, скорее всего, вам, конечно же, никакой техподдержки не окажут, и если этот плагин нарушит работу вашего сайта, или, допустим, окажется, что там вирус или еще что-то, то вполне возможно, как бы владельцы, как бы авторы этого плагина просто даже не захотят с вами разговаривать, да, если вы скачали его бесплатно. Так, Владимир, вопрос. В интернете продают плагины с правами перепродаж. Это самопит... Ну, почему? Если плагины с правами перепродаж, то есть, допустим, если плагин продается автором плагина, да, и автор плагина дает вам его перепродавать, то почему... Нет, конечно, конечно, можно. Я имею в виду, скачиваются бесплатно платные плагины на сомнительных ресурсах, ну, на торрентах, например, еще там где-нибудь, да. Ну, то есть, очевидно, они взломаны, да, очевидно, они платные. Есть такие плагины, которые, ну, реально очень дорого стоят, разработчики там очень много постарались. Не раз там доступны. Я просто приведу пример. Вот есть такой плагин, называется Popup Domination. Это всплывающее окно с формой подписки. Очень хороший плагин, очень многие им пользуются. Такой лакомый кусочек вообще для блогеров. Хочется его иметь, но он очень дорого стоит. Тем более сейчас они вообще в сервис все это превратили. Вот, и очень какое-то время, я обратила внимание, какое-то время стали появляться взломанные, то есть взломали код лицензии и стали его, как бы, распространять бесплатно. А вся фишка лицензии заключается в том, что, как бы, человек, который купил этот плагин, получает обновление. Понимаете, да? То есть автор плагина сделал обновление, сделал обновление, и вы его получили. То есть у вас свеженькая версия, все красиво, все функционирует, какие-то ошибочки исправлены и так далее. Потому что, ну, ошибки неизбежны, это всегда бывает. Вот, и у вас все, как бы, хорошо. А если вы берете плагин платный, но где-то скачиваете его бесплатно, то есть без лицензии или еще что-то, то рассчитывать на обновление не приходится. То есть у вас старый будет какой-нибудь там плагин, может быть, косячный и прочее. И вот, к примеру, с плагином PopUpDomination была такая история, что обратились к нам в техподдержку, я уже точно не помню, кто, ну, было такое. И вот, значит, конфликт между какими-то плагинами, что-то там не работает, стали разбираться. То есть я залезла туда в админку, стала смотреть, что-то не так. Оказалось, смотрю PopUpDomination. Активирую, значит, он нарушает, когда активируется, он нарушается работа сайта. И, ну, я сразу спрашиваю, откуда у вас вообще этот плагин. И если, допустим, он дает сбой, этот плагин, вам нужно обратиться просто к разработчику. То есть здесь сразу же дорога к разработчику. Если плагин платный, то решаются вопросы теми, кто его создал. Вот. И выяснилось, что плагин где-то скачанный, бесплатный, естественно, к разработчикам никто обращаться не будет. Вот. И вот вам, пожалуйста, пример, да. То есть человек скачал, поставил, нарушилась работа сайта, и к разработчику не обратиться, потому что он ворованный. Ну, вот такие ситуации. Понятно, да. А мало ли, что там еще. Там, по-моему, он еще вносил в базу данных какой-то огромный код страшный, и сайт вообще тормозил. Вот. Такое вот бывает. Поэтому, смотрите, насчет плагин плагинов будьте очень осторожны. Если вы знаете наверняка, что плагин платный, не берите его бесплатно. Где-то на сомнительных сайтах. Такой совет, да. Вернемся, да, к нашим баранам. Так, бесплатные. Бесплатные. Если хочется что-то бесплатно, то идем на официальный сайт WordPress. Здесь у нас 48 тысяч. Они будут увеличиваться, безусловно. WordPress проверяет плагины просто так, что попало, не выставляет. Но здесь тоже нужно быть бдительным. Сейчас объясню, в чем именно. Есть также бесплатные плагины, но они с Pro-версией. То есть с расширенной версией, за которую можно заплатить. Один из примеров таких All-in-One SEO Pack. Всем известный вам плагин. В шаблоне AB Inspiration мы его используем для оптимизации контента. То есть для SEO. Если вы, допустим, перейдете, если вы используете этот плагин, то образуется вот здесь раздел All-in-One SEO Pack. Если вы перейдете в основные настройки, то с правой стороны вы увидите такую вот скромную строчку. Обновите до премиум-версии. До премиум-версии. И, естественно, сам плагин бесплатный. То есть основной функционал. Его достаточно для ведения блога. Но вот если хочется расширенных каких-то возможностей, то переходим сюда и покупаем. Понятно, да? То есть такое авторы делают. Есть авторы, которые делают классные плагины бесплатно с основным функционалом. И его достаточно для, допустим, обычного сайта, для ваших целей. А что-то вот сверхдополнительное, оно идет в премиум. Есть разработчики, которые делают премиум-версию настолько скромной, что... Точнее, не премиум, а бесплатную версию настолько скромной, что без про-версии не обойтись. Ну, я считаю, немножко такая хитрость, конечно. Но такое есть, да. Такое тоже делают. Но, как правило, все равно вот бесплатные версии, они, ну, такие более сокращенные. Идем дальше. Есть платы. Их называют еще премиум-классом. Премиум-класса плагины. Чем они прежде всего отличаются от бесплатных? Тем, что у таких плагинов всегда есть техподдержка. Ну, ее просто не может не быть, да. Если ее там нет, то значит, ну, это плохо, скажем так, да. Если автор берет деньги за свой плагин, то он обязан его, первое, поддерживать, то есть постоянно обновлять, следить там за обновлениями WordPress. Если WordPress что-то там внес, какие-то новшества, то обязательно, и они касаются плагина, да, вот эти вот функции, то обязательно нам нужно тоже внести изменения. И если автор не следит за этим, то, ну, какой же это премиум, да, это вовсе не премиум. Если, допустим, если, допустим, да, еще второй момент, то есть это обновление, да, и второе – это техподдержка. То есть техподдержка. Чаще, вот если мы берем американский рынок, у нас вообще народ в России, скажем так, избалован, так, если уж по большому счету, потому что у нас чаще техподдержка бесплатно дается, да, ну, или, по крайней мере, в нашем проекте, вот у нас техподдержка бесплатна. На американском рынке вы не найдете плагинов, которые вам пожизненно будут давать техподдержку бесплатную. Такого нет вообще в принципе. Техподдержка, они могут ответить на запрос, если, ну, реально их косяк, скажем так, да, если вот реально в их шаблоне, в их плагине вы нашли какую-то ошибку, и это их вина, тогда они, да, ответят, тогда, да, они исправят, и тогда, да, они помогут. А если это просто, ну, ваше непонимание, как что настроить, и вы обращаетесь в техподдержку, скорее всего, они вас отправят заплатить за это деньги. Вот, бывают разные варианты, бывает, техподдержка оплачивается помесячно, бывает, сразу какое-то членство дается, и так далее. То есть, ну, вот все премиум-класса шаблоны, помимо того, что их покупаешь, еще техподдержку нужно покупать. Это что касается англоязычных, западных плагинов. В России пока еще мало это используется, дают техподдержку пожизненно, например, как у нас, да? Либо не дают вообще, чаще, да? Вот, либо дают пожизненно, как в шаблоне об Inspiration. Таких, где можно взять платные премиум шаблоны, точнее, не шаблоны, а плагины? Таких ресурсов достаточно много. Во-первых, вы можете находить их у конкретных разработчиков. Ну, вот, например, у нас тоже есть премиум-плагины, которые идут для шаблона об Inspiration, как дополнение. Они тоже премиум, то есть, допустим, вот форма подписки под шапкой, слайды, да, входная страница, отзывы, все это дополнительно покупается пользователями шаблона об Inspiration в качестве плагинов. И, естественно, такие плагины можно купить только на сайте разработчика, только у шаблона об Inspiration, да? Вот, как вы сейчас заходили, в ВП Плаза, только там. Есть, потому что это касается только разработки шаблона об Inspiration. Есть плагины, которые можно использовать для любых сайтов, для любых, точнее, шаблонов. И такие плагины можно приобрести на таких вот сборных сайтах, так сказать, резервуаров, да, где выставляются разработчики, выставляют свои работы, и вы там можете купить плагины. Один из таких сайтов – это codecanyon.net. Сейчас я вам вышлю ссылочку. Очень хороший сайт, и там можно интересно найти решения. Они, как правило, недорогие, но это только лишь потому, что они создаются для любых шаблонов. Но абсолютно не факт, и это уже доказано, что данный плагин отобразится у вас именно так, то есть функционал плагина отобразится именно так, как указано в демо-версии. Понятно, да, что шаблоны, если там разные используются, то по-разному все это будет выглядеть. Здесь уже нужна работа с техподдержкой и, как сказать, докручивать, да, докручивать под свои цели. Вот, но тем не менее, можно посмотреть интересные решения, и так, по секрету вам скажу, что многие разработчики наши российские пользуются данным ресурсом, берут отсюда какие-то интересные решения и так вот тихонечко переделывают под себя. Ну, это так, по секрету, да. Потом продают у нас здесь. Нехорошо, неплохо. Хорошо в том плане, что они будут уже на русском языке, такие плагины, да, будет проще общаться с техподдержкой, если автор добросовестный, да, и будет оказывать техподдержку. Плохо может быть то, что, ну, мало ли там допустят ошибку в переработке, еще что-нибудь и будет работать некорректно. Функционал. Так, это что касается премиум платных. Идем дальше. Как искать плагины? Чаще всего, вот, можно разные там способы вам сказать, но чаще всего это делают через поисковик. И делается это так, по, то есть вы пишете ключевой запрос по требованию, то есть, допустим, вам нужны кнопки социальных сетей поделиться, например, да, так и пишем. Кнопки социальных сетей поделиться, плагин WordPress. То есть так и пишем запрос. И поверьте, вы найдете на любую, вообще на любую ваше желание, какое бы оно ни было, что вы хотите прикрутить к своему сайту, вы всегда найдете плагин. Редкий случай, когда реально плагина такого нет. Если не можете найти в русском интернет, ищите по-английски, то есть задавайте запрос по-английски, и вы точно найдете, вот что бы вы ни захотели. Даже вот можете сейчас поэкспериментировать, напишите в чате любой интересный запрос, что бы вы хотели прикрутить к своему сайту. Какую-то кнопку, может быть, форму подписки, может быть, там, я не знаю, красивую баннер поставить, еще что-то. Вот любой, любой абсолютно запрос, даже там, допустим, смайлики в комментариях. Вот любой, просто поэкспериментируйте, откройте новую вкладку, наберите по-русски, допишите в конце плагин WordPress, и я гарантирую, вы найдете готовые уже решения. Вот. И как вот искать, да, на что обращать внимание? Вот, например, я здесь задала запрос кнопки социальных сетей WordPress, и что мне здесь в поиске выдало? Первое. Лучшие WordPress-плагины для кнопок социальных сетей на 2016. То есть вообще блогеры, да, блогеры, те, кто занимается WordPress, пишут статьи на эту тему, они очень часто делают разные статьи, подборочки, да, по каким-то темам. И вы можете, особенно на западном рынке, на западном интернет, найти просто гигантское количество статей по запросу Social Like Button с WordPress. Это запрос, вот даже сейчас наберите и увидите, да, Social Like Buttons, WordPress, плагин. Вот наберите такой запрос, я его не набирала, прямо сейчас вам просто в чате скинула, как бы, то, что в голову пришло. Даже сейчас сама наберу, посмотрю. Вот, Social Like Buttons, плагин WordPress. И я вот, допустим, сейчас листаю, о, я даже вам покажу экран, это так здорово. Вот, смотрите, я просто вот набрала, сейчас головы не готовилась заранее по поводу этого запроса. И вот если вы сейчас смотрите экран, я подключаю экран, да, смотрите, я на Social Like Buttons, WordPress, плагин. Видите, да, в Гугле. И вот я листаю, смотрите, первое, что я вижу, это сайт WordPress.org. Видите, это официальный сайт. Сразу я понимаю, что это плагин бесплатный. Либо он с платной версией, но это уже дополнительно. Еще один плагин на WordPress, смотрите, видите, ru.wordpress.org, еще один, да. Вот еще один плагин есть. Еще один, четвертый, пятый, да, вот шестой. Тут все, вот первое, это все WordPress.org. Видите, это официальный, бесплатный. Дальше мы идем чуть ниже, и понеслось, смотрите, 10 лучших социальных, там, поделиться плагинов для WordPress на 2017. Топ-10 социальных медиаплагинов для WordPress. 15 самых популярных бесплатных плагинов поделиться на 16-й год. 10 лучших. Так вот, я хочу сказать, что если вы берете вот английский рынок, там, конечно же, очень много материала блогеры пишут. Наши блогеры чаще перепечатывают материал западный. Вот, если вот мы то же самое сейчас наберем по-русски, кнопки социальных сетей WordPress, например, по-русски, то, ну, скромнее, конечно, скромнее тут результат, но, тем не менее, все равно есть 5 классных WordPress-плагинов для кнопок социальных закладок. Ну, закладки нам не надо, это уже прошлый век. Вот лучшие кнопки социальных сетей. Плагины и сервисы, кнопок социальных сетей для WordPress и так далее. То есть, видите, да, лучшие плагины кнопок 16-й год. То есть, на русском рынке тоже это есть, тоже можно использовать. Но я обычно все-таки беру на Западе, потому что там первоисточник раз, и там больше выбор. Так, перехожу обратно. Вот, как видите, много, да, много вариантов. И дальше следующий момент, когда вы нашли нужный плагин, вот мы можем первое посмотреть на официальном сайте WordPress. Переходим на официальный сайт WordPress, то есть по запросу... Переходим на сайт, допустим, wordpress.org, и что мы здесь видим? На что мы должны обратить внимание? Ну, прежде всего, первое, вкладка «Описание». Вкладка «Описание». Здесь у нас описание плагина. Обязательно читайте описание, потому что в описании могут быть какие-то нюансы. Обязательно обратите внимание, с правой стороны есть такой скромный блок, но очень важный. Здесь важная информация. Когда был последний раз обновлен, обновление один месяц назад, в принципе, хорошо. И вот эта вот строчка «Совместимость» с такой-то версией WordPress, то есть указана версия. Не все плагины, которые обновляются, редко плохие, и не все плагины, у которых здесь вот написано, что как бы неизвестно, совмещен, как бы работает он или нет с последней версией, это не значит, что он не будет работать. Но на это надо обращать внимание. То есть совместимость и когда последний раз обновлен. Что значит обновление один месяц назад? Ну, сразу понятно, да, что автор следит за своим детищем. То есть он чего-то там делает, периодически исправляет ошибочки, что-нибудь добавляет и обновляет. Это важно. Ну, вот, как бы установок, да, 10 тысяч. Ну, так, ничего тоже стоит обратить внимание. Рейтинг тоже неплохой. Смотрите, здесь много кто поставил 5 звезд. Вторая вкладка, на которую тоже следует обратить внимание, это скриншоты. То есть когда вы выбираете плагин, когда вы выбираете плагин бесплатный, переходим на скриншоты, и здесь вы можете на скриншотах уже увидеть, что, как плагин будет выглядеть, во-первых, да, вот, допустим, вот такие будут кнопки. Как он настраивается, тоже можете посмотреть, да. То есть познакомиться уже заранее, не устанавливая этот плагин, можете познакомиться с его функционалом. Читаю чат и не могу прям не отвлечься. Господи, как все сложно, всю голову сломаешь. Владимир, вот поэтому был создан шаблон AB Inspiration для особенно новичков, которым сложно разобраться с техническими моментами. Вот это все встроено в шаблон AB Inspiration. Поэтому вот пользователи шаблона AB Inspiration не ломают голову над плагинами. Можно использовать на один, но если вы хотите два установить, да, допустим, сделать два, как это сказать, два сайта, да, с шаблоном AB Inspiration, то вы просто докупаете дополнительно лицензию. Она идет с очень большой скидкой. То есть если вы создаете второй сайт на шаблоне AB Inspiration, то просто докупаете лицензию. Вот так вот, да, немножко отвлеклись. Так, сколько стоит? Ну, сейчас вам напишут из техподдержки, напишут в комментарии. Так, вернемся, да, вернемся по поводу, как сломать голову по поводу плагинов, да. Это для тех, кто делает самостоятельно. Хорошо. Значит, смотрите, вот в скриншотах, да, на вкладке «Скриншоты» вы можете посмотреть, как это уже будет выглядеть. Как это будет выглядеть. Дальше. Обязательно нужно перейти во вкладку «Установка». Здесь, в этой вкладке вы найдете информацию, как установить, то есть инструкцию, как установить данный плагин. Чаще всего эта установка всегда одинаковая, то есть вы заходите в админку, кликаете на кнопку «Добавить», ну и так далее. Там все как бы просто. Но почему обязательно нужно зайти в эту вкладку? Потому что иногда, иногда автор плагина делает нечто, что требует каких-то дополнительных движений для того, чтобы все это дело установить. Поэтому обязательно заходите сюда и читайте, как правильно установить именно этот плагин. Если все как обычно, устанавливаем как обычно. Если есть нюанс, следуем инструкциям. Эти кнопки прячет блокатор рекламы. Не все кнопки. Не все кнопки блокатор рекламы. Вы имеете в виду именно вот эти, что ли, которые я сейчас показываю? Я взяла просто их. Это не реклама, ничего. Я даже не знаю, что это за плагин, если честно. Просто как первый попавшийся. Ну, не знаю насчет этого. В шаблоне AB Inspiration ничего не блокируется. Не должно, по крайней мере. В шаблоне AB Inspiration кнопки у нас выглядят вот так. Сейчас я вам покажу, как это в шаблоне AB Inspiration. И они встроены, да? То есть там не надо ничего устанавливать, никакие плагины. И кнопки выглядят... Сейчас, это мой блог. На шаблоне AB Inspiration, кстати, он сделан. У меня все сайты сделаны на шаблоне AB Inspiration. Я чужими шаблонами вообще не пользуюсь. Вот, смотрите, видите? Вот они, кнопки. Вот такие есть. Там есть три варианта у нас. Три варианта, как выглядят кнопки. То есть вот есть такие. Беленькие, скромненькие. При наведении цвет меняется. Есть цветные. Сейчас не буду показывать, там надо переключать. Цветные. То есть они будут такие яркие, да? И есть натуральный цвет сети. То есть натуральные кнопки. Но они все равно будут вот так вот в ряд. Симпатично. Нажимаешь на кнопочку и, пожалуйста, отправляешь статью в Facebook, там, Google+, ну и другие сети. Окей, немножко отвлеклись. Идем дальше. Да-да-да, вот Григорий спрашивает. Ну, я не получала ни одного еще замечания от пользователей шаблона AB Inspiration, чтобы встроенные кнопки поделиться блокировались чем-либо. Они не блокируются. А вот если плагины, ну да, могут блокироваться, да. Вот, но это надо к разработчикам. Если это платно, если бесплатно, надо разбираться, конечно, самостоятельно. Окей, идем дальше. Итак, с установкой разобрались. То есть во вкладку установка обязательно. Можете еще по другим вкладкам пройтись, типа вопрос-ответы, изменения, поддержку посмотреть. И так далее. Add this блокируется. А, да-да-да-да-да, add this блокируется. Знаете, почему, кстати, блокиратор блокирует add this? Потому что у него там есть как бы список стоп-слов, за которые он цепляется и в итоге блокирует все, что помечено этим словом. А кнопки add this имеют как раз это слово add. Add переводится только с одной буквой d, add. Не с двумя, а с одной. И это слово означает реклама. Это сокращенное от слова advertisement. Вот. И поэтому слово add, как только программа, вот этот блокиратор видит, он напрочь все блокирует. А поскольку в этом логине, да, advertisement, когда есть буква, там, естественно, есть буква add, сочетание ad, да, и потому что там прописаны стили, еще что-то там, все это связано с этим. Поэтому он все блокирует напрочь. А разработчики, вот я вам сейчас объясню, на самом деле вот эти блокираторы, убирайте их. Зачем вы их ставите? И на самом деле, я, конечно, понимаю, что там реклама и все такое, но не надо бояться кликать по рекламе. Люди зарабатывают, понятно, что зарабатывают на ваших кликах и все такое, но и вы тоже будете зарабатывать. Вы же будете блок создавать, будете ставить рекламу, и хорошо было бы, чтобы люди к вам приходили и кликали, правда ведь? Вот. Разработчики, я думаю, что об этом просто не заботятся. Я в шаблоне об Inspiration, у нас тоже есть баннеры в шаблоне, встроенные в боковой колонке, и там тоже использовался стоп-слово. Ну, естественно, там баннер был или что-то такое. Вот, и тоже блокировалось. И я в шаблоне, когда стали поступать жалобы, запросы, я удалила это слово, там как-то другое, по-другому назвала. И сейчас у нас не блокируется. Не блокируется. И в итоге, в итоге сейчас в шаблоне об Inspiration такой проблемы нет. Да, вот мы посетители есть. Ну, здесь уже, друзья мои, вот я не знаю, если вы берете какой-то сторонний плагин, сторонний скрипт, вам либо его надо самостоятельно дорабатывать, да, самостоятельно, чтобы убирать вот эти штуки, ну, либо что-то брать уже другое, что не блокируется. Тут как бы вариантов нет. Окей, так, пока с этим разобрались, идем дальше. Тему хорошую поняли, я вообще тоже с этими блокираторами. Но мы исправляли, да, в шаблоне мы шли на поводу, так сказать, и все это дело исправляли. Итак, обзорные статьи блогеров, да, вот мы сейчас посмотрели официально, как брать на официальном сайте, что делать со статьями. Ну, вот, например, берем нашу статью российскую, ВПКафе, да, переходим по ссылке. Ну, вот здесь вот лучшие WordPress-плагины для кнопок социальных сетей 2016. Спускаемся чуть ниже, и вот здесь пошел обзор. Вот, допустим, плагинчик. Да, кстати, сразу хочу обратить внимание, что большинство таких обзорных статей делается с целью заработать. Что это значит? Ну, понятно, что автор постарался, сделал подборочку, но, как правило, все вот эти вот плагины, они будут платными. И вы, переходя по ссылке, смотрите плагин, покупаете, и автор получает комиссионные. Сейчас я вам покажу на экране еще варианты, и вы поймете, о чем я говорю. Как это выглядит, да, вживую. Вот, например, вот эту же, да, статью, про которую я говорю. Вот берем лучшие WordPress-плагины кнопок, спускаемся ниже, нажимаем описание, и мы попадаем на официальный сайт CodeCanyon. Помните, я вам говорила, да, вначале, это вот сайт, где платные плагины выставляются. И уже вот здесь вот, кстати, сразу реферальная ссылка, видите, то есть это значит, что по партнерке мы перешли, и если мы купим за 19 долларов вот этот вот плагинчик, то, соответственно, автору статьи будут комиссионные. Это здорово. Вы, кстати, можете тоже так делать, если у вас технический, например, сайт по WordPress, вы можете сделать партнерку и писать обзоры. Да и вообще любые партнерки так продаются, делаются обзоры. Вот, когда вот мы смотрим платный плагин, сейчас сразу же здесь посмотрим, да, мы можем посмотреть живую демонстрацию, лифт превью, да, посмотреть, как это будет выглядеть вживую, посмотреть скриншоты, да, посмотреть, как это будет выглядеть. Вот, почитать здесь, почитать отзывы и так далее. То есть здесь вот, на самом деле, сайт очень хороший, я много что здесь приобретаю по кодам, если мне что-то надо, скрипты какие-то, очень здорово работает. Окей, идем дальше. Это что касается обзорных статей блогеров. Не все блогеры пишут проплатные, конечно же, есть и бесплатные. Можете, кстати, в поиске, когда вы ищете какой-нибудь плагин, так и набирать, что такой-то функционал, например, социальные кнопки поделиться для блога на WordPress бесплатно. Добавляем, да, такое слово, и вам будет подборочка с бесплатными. Так, идем дальше. Ну вот, я показываю, да, здесь на скриншотах, что мы сейчас сделали вживую. То есть переходим на этот сайт, и вот здесь покупаем, если нужно, да, за 19 долларов. Смотрим предпросмотр, как это выглядит и так далее. Дальше, через админку, как установить через админку, как искать, да. То есть мы сейчас искали через Google на статьях, в статьях блогеров подборки, а теперь как искать через админку. То есть мы можем зайти в административную панель нашего блога, перейти в раздел «Логины», «Добавить новый». «Добавить новый». Дальше, вот здесь вот с правой стороны, с правой стороны есть поле для поиска. Вводим сюда запрос. Сюда уже вводите желательно на английском, потому что большинство все-таки плагинов, они на английском. Даже русские ребята, кто делают плагины, они называют свои плагины тоже по-английски, в большинстве случаев. Поэтому нужно заранее подготовить запрос, либо конкретное название плагина. Для чего это делается? Смотрите, первый этап вы ищете, например, в интернет, да, через Google по запросу. Потом нашли, допустим, статейку про какой-то плагин, берете название, конкретно название этого плагина, и уже можете через админку его поискать, то есть конкретно сюда название ввести. Вводим название, и WordPress нам делает подборку, подборку плагинов. Смотрите, вот эта подборка вот здесь внутри админки вашего блога, это то же самое, что и на официальном сайте WordPress. То есть то, что мы смотрели ранее, да, на официальном сайте WordPress, то же самое. Это вот как бы здесь соединено, и автоматически подгружаются из базы данных WordPress, подгружаются сюда плагины по вашему запросу. Итак, второй этап, третий шаг, то есть мы ввели ключевое слово, WordPress нам подобрал плагины, выбираем из тех, что нам предложено. Что здесь важно, на что обращать внимание? Смотрите, опять же, количество установок, рейтинг, обновление 9 лет назад. Ну, здесь стоит задуматься, да, надо этот плагин ставить или нет. Вы представляете, 9 лет назад. Алексей Пулей. Вот когда-то, будучи еще подростком, видимо, Алексей увлекся в WordPress, создал плагин, загрузил его в WordPress и забыл про него. И вот до сих пор он там лежит. И вот если вот вы такой плагин установите, могут возникнуть проблемы. Могут не возникнуть, а могут и возникнуть, потому что если 9 лет назад, много чего в WordPress изменилось. И вот здесь, смотрите, надпись «Не тестировался с вашей версией WordPress». Вот здесь уже интереснее, смотрите, 4 месяца назад был обновлен, да, рейтинг всего 1 кто-то поставил, видимо, сам автор. И 100 установок. Ну, может быть. Смотрите, дальше вот этот вот плагин уже интереснее, да, 5 дней назад было обновление, 34 отзыва. Вот здесь вот 9000 установок. То есть, смотрите, да, вот даже вот по этому беглому взгляду уже можно определить, какие сомнительные плагины, стоит на них обращать внимание или нет, какие можно попробовать. Дальше, если вам уже нравится плагин, вы уже его дальше устанавливаете и активируете. Какие необходимые плагины? Смотрите, вообще тема плагинов очень большая. Это можно отдельный вебинар, а то и несколько провести о том, какие плагины необходимы для блога. Точнее, даже не плагины, а какой функционал необходим. И какие плагины этот функционал могут вам дать. Но, опять же, дело неблагодарное, потому что я не знаю, какой шаблон вы выберете. Некоторые разработчики шаблонов включают некоторый функционал. Допустим, вот сейчас модно включать похожие записи. Для этого уже плагин, например, не нужен. Если вы выбрали такой шаблон, где есть похожие записи в конце статьи, то вам плагин такой не нужен. Понятно, да? И так далее. Но все равно есть такой общий список, что ли. Когда-то давно я проводила вебинар по плагинам, по фишкам дополнительным. И я могу скинуть вам ссылочку, где есть список, список названия плагина и ссылки на их скачивание. Сейчас я вам скину. Вы можете с ним ознакомиться. Это для тех, для тех, у кого нет шаблона об Inspiration. Друзья мои, у кого шаблон об Inspiration, вам это не надо. Вам это не надо. Даже не кликайте на эту ссылку. Только те, у кого нет шаблона об Inspiration, и кто самостоятельно создает сайт на любом другом шаблоне. Вот этот список будет вам полезен. Но опять же, не все. Фильтруйте, смотрите, что у вас за шаблон, что у вас уже есть, чего нет. Все нужно тестировать. Никакой гарантии нет, что там все четко встанет, как должно быть. Окей, идем дальше. Как найти и установить плагин через админку? Миллион раз ходили эти шаги, пройдем еще раз. Итак, для того, чтобы установить плагин, нам необходимо зайти в раздел плагины, добавить новый. Дальше в поле для поиска вводим название плагина. Если вы знаете конкретно название, вводим конкретное название. Четко, да, как он называется. Дальше подборочка от WordPress. Находим нужный нам плагин, нажимаем установить. Немножко ждем, нажимаем активировать. То есть сначала идет установка к вам на хостинг пакета, папки с плагином, затем ее нужно активировать. Дальше. Как установить скачанный плагин? То есть вы можете заранее скачать плагин к себе на компьютер. Например, вот вы зашли на официальный сайт WordPress, это те же самые кнопки социальные поделиться. Мы уже рассматривали здесь вкладку скриншоты, установка. Теперь мы решили, например, скачать его. Нажимаем на кнопку download, version такую-то, да, то есть скачать. Скачиваем этот плагин. Плагины всегда скачиваются архивом zip. Всегда. Если какой-то вы видите другой архив, это очень подозрительно, должно навести на мысль, потому что все плагины всегда скачиваются архивом zip. И их не нужно распаковывать. То есть вот у вас скачался архив вот в таком виде. В таком виде он у вас и должен быть на компьютере. В дальнейшем мы уже загружаем к себе на блок именно архив. То есть вообще распаковать вы его, конечно, можете и посмотреть, что там, да, если это вам любопытно. Но закачивать к себе на блок нужно только архив. То есть скачали в архиве и закачали архив. Дальше. Чтобы загрузить к себе на блок такой архив, который у вас уже есть, на компьютере. Переходим в раздел плагины добавить новый и нажимаем на загрузить плагин. То есть вот вспомните, да, пользователи шаблона AB Inspiration вы скачивали пакет дополнительных плагинов и он у вас был на компьютере. А потом мы вот через раздел плагины добавить новый загружали их. То есть мы эту процедуру уже делали. Итак, загрузить плагин. Дальше нажимаем выберите файл и выбираем вот архив в формате zip. Тот самый архив, который мы скачали. Нераспакованный. Нажимаем на кнопку установить. Далее активировать. И дальше у нас могут быть проблемы. То есть в большинстве случаев все будет хорошо, все установится и все будет красиво. Но могут возникнуть проблемы. Одна из самых распространенных проблем, которые мы рассмотрим сейчас, это белый экран. Это может быть просто белый экран, без всяких вообще надписей и объяснений, что произошло. Вот просто белый экран и все. В лучшем случае вам вот что-то подобное выскочит. Ошибка 500. Но все равно эта ошибка вам ни о чем не скажет. Вообще вот это серверная ошибка и что произошло, а непонятно. Запрос не был обработан, возникла какая-то ошибка и в итоге все умерло. Сайт вы не можете открыть, в админку вы не можете войти, ошибка 500, что делать? Что делать, когда вы установили плагин и он вас сломал, ваш сайт? Вот в таком вот варианте. Все, никуда войти не можете. Самый простой и быстрый вариант это восстановить, это переименовать папку плагин. Но для начала посмотрим, почему возникает белый экран. Проблема в самом плагине. То есть что-то там, какая-то ошибка допущена и она вызвала такой вот сбой. Это может быть конфликт с другими плагинами. То есть вы устанавливаете плагин и он конфликтует с существующими плагинами, вызывает такой сбой. И конфликт с темой, с шаблоном. Вот, собственно, три варианта причины. Решение проблемы белый экран. Первое. Проверка плагинов. То есть первое, что нам нужно проверить, это, собственно, сам плагин, который вы установили, да, и плагины, которые уже установлены. То есть конфликт, где чего вызывает. Как это проверять? Во-первых, вам нужно разблокировать доступ к админке. Это первое, что нужно сделать. Вам нужно туда попасть. Ну и вообще сайт разблокировать. Для этого единственный способ, что вы можете сделать, самый простой, да, не единственный, но самый простой, это вы заходите на хостинг, на хостинг под логином и паролем, заходите в папку вашего сайта, папку, дальше, public.html и открываете папку vp-content. Пишу вам, чтобы у вас было. vp-content. То есть вам нужно зайти в папку vp-content. В этой папке есть еще папки languages, плагин, и так далее. В папке плагины, плагин, хранятся все плагины, которые вы загружали, в том числе и тот, который дал сбой. Что нам нужно сделать? Кликайте по этой папке, ну, чтобы она выделилась, то есть открывать ее не надо, а просто нажать левой кнопкой мыши один раз. Дальше. Нажимаем файл. Это вот я на примере TimeWeb. Если у вас другой хостинг, то у вас может быть по-другому. Суть одна. Вам нужно переименовать эту папку, то есть назвать ее по-другому. Итак, на хостинге TimeWeb делается это так. Нажимаем файл, переименовать. Дальше открывается окошко, и мы просто переименовываем папку plugins. Как угодно. Добавьте туда единичку, поставьте тире, напишите old, неважно. Главное переименовать. Слово плагин составьте и что-нибудь туда добавьте в конце. Нажимаем на кнопку переименовать. Второй шаг. Необходимо зайти в админку, то есть в этот момент вы уже получите доступ, то есть вы сможете зайти в админку. Заходите в админку, заходите в раздел плагины, установленные, и вы сразу увидите вот такую картину. Красным будет выделено все деактивированные плагины, то есть все плагины, которые у вас были установлены, они автоматически деактивируются, как только вы войдете в админку. Деактивируются. Будет написано, такой-то плагин был деактивирован из-за ошибки. Файл плагина не найден. Понятно, да? То есть мы переименовали папку plugins, и, соответственно, плагин не найден, и он деактивирован автоматически. Все плагины деактивированы. Окей, идем дальше. Возвращаемся на хостинг, после того, как вы зашли в админку, обязательно нужно туда зайти, да, переименовать, зайти в админку. Теперь возвращаемся на хостинг, и переименовываем папку plugins обратно. То есть снова ее называем plugins. Возвращаем исходное название. Опять заходим на блок, в раздел плагины установлены, и мы видим в списке все плагины. Понятно, да, схема? То есть заходим, после установки плагина у вас исчез блок. Первое. Идем на хостинг, переименовываем папку plugins. Идем в админку. В этот момент все плагины деактивируются. Идем снова на хостинг, возвращаем название plugins. Возвращаемся на блок, и в разделе плагины мы снова видим весь список наших плагинов. Но они все деактивированы. Смотрите, ни один плагин не активирован. Все нужно активировать заново. Что мы делаем дальше? То есть смотрите, что мы сделали. Вернули доступ в админку и деактивировали плагины таким образом. Дальше нам необходимо активировать тот плагин, с которым произошел сбой. То есть что мы в этот момент делаем? Какую проверку? Мы проверяем, это ломанный плагин, и он вызывает ошибку, или это конфликт с другими плагинами. Понятно, да? То есть мы активируем тот плагин, который дал сбой, и смотрим. Что мы смотрим? Реакцию. Итак, если блок не исчез в этот момент, то есть мы активируем только один плагин, который дал сбой. Если блок не исчез, и не появилась ошибка 500, это значит, что с плагином, с самим плагином, все в порядке, но он конфликтует с одним из загруженных плагинов, которые у вас были ранее. Чтобы выяснить, с каким плагином, поочередно, аккуратненько, не все вместе, а поочередно активируем один плагин за другим. Ну и запоминаем, какой мы активировали, чтобы заново не делать. И как только произойдет сбой, то есть вы активировали какой-то плагин, и все опять у вас исчезло, опять ошибка повторилась, вы точно теперь знаете, что новый плагин, который вы загрузили, конфликтует с тем, который вы активировали. Понятно, да? Дальше необходимо снова восстановить вход в админку, ну, проделать все шаги. Один, два, три, четыре, пять. То есть то, что мы делали. Заходим на хостинг, переименовываем папку, возвращаемся в админку, все деактивированы и так далее. То есть нам нужно все проделать заново. А дальше нужно будет решать, что делать с конфликтующими плагинами. Здесь либо искать замену, то есть искать другой плагин какой-нибудь, который не будет конфликтовать, либо исправлять конфликт, если он очень вам нужен, этот плагин. Понятно, да? Окей. Напишите, логика понятна сейчас, потому что, может быть, заодно посмотрим, кто у нас не спит. Так, Светлана, Людмила, Надежда. Хорошо. Хорошо. Ух ты, никто не спит. Замечательно. Хорошо. Окей. Все во внимании. Отлично. Спасибо большое за связь. Так, размяли пальчики. Поехали дальше. Это мы проверили, значит, первый момент. Мы проверили конфликт плагинов, ну и, собственно, исправность самого плагина. Дальше второй сценарий. Если блок в этот момент, когда вы активировали только один плагин, да, который давал сбой, и опять у вас ошибка повторилась, то есть все плагины у вас отключены, вы активируете плагин последний, который дал сбой, и у вас снова возникла ошибка. Что это, на какую мысль должно навести? То есть это уже явно не конфликт с другими плагинами, очевидно, это конфликт с шаблоном. Да, очевидно, да, раз все плагины отключены, вы включаете, и у вас снова все исчезает. Значит, виноват, точнее, конфликт у нас идет с шаблоном. Итак, следующий этап, если такой сценарий у вас произошел, проверяем шаблон. Что нужно сделать? Ну, конечно же, вернуть доступ снова в админку. Опять идем на хостинг, опять переименовываем папку плагин, все, в общем-то, то же самое. Здесь сценарий такой же. Возвращаемся на блок, у нас все плагины деактивированы. Дальше здесь у нас идет немножко другой сценарий. Итак, мы деактивировали все плагины, дальше мы возвращаем снова название плагин, возвращаем, да, на хостинге, и идем в раздел «Внешний вид темы». «Внешний вид темы». И активируем какой-нибудь из шаблонов по умолчанию WordPress. Какой-нибудь шаблон по умолчанию WordPress. Что такое шаблоны по умолчанию WordPress? WordPress, как помните, я говорила, да, что сам WordPress, движок, он не имеет внешнего вида. И разработчики WordPress каждый год выпускают новый шаблон по умолчанию, на который ориентируются разработчики других шаблонов. Итак, у нас есть варианты 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016. Все эти названия, если английский знаете, здесь написано 20, 10, 20, 12, 20, 13 и так далее. То есть это года 2010, 2011, 11 пропустила, да? То есть 11, 12, 13, 14, 15, 16. То есть каждый год они выпускают новый шаблон по умолчанию. Эти шаблоны очень там чистые, безо всяких лишних ходов и так далее. Поэтому чаще всего, если возникает какой-то конфликт, что-то там нарушилось в работе, мы всегда переключаем на шаблон по умолчанию, чтобы проверить, чтобы проверить конфликт с шаблоном или не с шаблоном и так далее. Эту работу мы практически постоянно делаем, если возникает какая-то проблема с сайтом. Итак, если у вас нету такого шаблона, то просто нажимаем добавить новую и в поиске ищем какую-нибудь любое, вбиваем название 2010, 2012, ну, любое вот из этих перечисленных. Находим такой шаблон, активируем его, активируем обязательно, да, нажимаем активировать. И дальше переходим в раздел плагины и активируем тот самый злосчастный плагин, который нам дает сбой. Итак, если в этот момент все хорошо, плагин активировался, никакой ошибки не возникло, значит проблема конфликта шаблона и плагина. Что нужно делать? Решение искать замену плагину, либо шаблону, или исправлять конфликт. Тут у нас есть версии, удаляем плагин Григорий, и Виктор считает, что нужно выбросить плагин. Да, это хороший вариант, но хочу сказать, что такая ситуация часто возникает, такая конкретно с белым листом возникает не часто, но часто возникает другая проблема. Вы даже можете не заметить, что у вас на блоге нарушилось, когда вы установили какой-нибудь новый плагин, и который конфликтует. То есть вы это уже обнаружите после, то есть визуально, например, внешне, ничего не поменялось, все вроде бы хорошо, вот вы установили новый плагин, все вроде бы работает, вы посмотрели, да, а потом к вам пишет какой-нибудь ваш читатель и говорит, Виктор, вы знаете, на вашем сайте не работает кнопка отправить комментарий. Вот я нажимаю, а она не работает. И вы, ну правда не работает, да, заходите, точно не могу нажать, не работает. А в чем причина? И вы начинаете искать иголку в стоге сена. Почему не работает кнопка отправить комментарий? Что случилось? И вот вы даже не вспомните, что вы когда-то установили плагин 2-3 дня назад, да, и все вроде бы хорошо работает. А проблема может быть как раз в установленном плагине, либо в конфликте между плагинами. Поэтому смотрите, рекомендация во всех случаях одна и та же, всегда одна и та же. Если что-то происходит на вашем блоге, что-то не работает, не всплывает окно, а должно всплывать, не нажимается кнопка, а должна нажиматься, боковая колонка слетела вниз в футер, а должна быть сбоку и так далее, и так далее, и так далее. Любая проблема, которую вы обнаружили вдруг на своем сайте, решается всегда одинаково. Первое. Вы заходите в раздел плагины, отключаете все, деактивируете все плагины, просто деактивируете безжалостно все, заходите на сайт и смотрите, исправилась ошибка или нет. Если ошибка исправилась, то вы очевидно понимаете, какой-то из плагинов дает этот сбой. По одному начинаете включать, активировать, смотрите, исправилась ошибка, не исправилась. Как только вы обнаружили, на каком плагине произошел сбой, ну дальше уже решаете, да, удалять его, заменять, решать проблему, менять код, конфликт и так далее. Если при деактивации плагинов проблема не решилась, значит, возможно, проблема с шаблоном. Идете в темы и переключаете на дефолтный шаблон WordPress по умолчанию. Вот эта схема решения проблем на своем сайте, она одинаковая при любых проблемах. Вот запомните ее раз и навсегда, да, что-то не работает на вашем сайте. Первое, отключаете все плагины. Второе, переключаете шаблон на шаблон по умолчанию. Один из, вот перечисленных, 2010, 2012, ну еще 11 здесь есть, да, 11. 2013, 14, 15, 16. Любой из этих шаблонов переключаете и смотрите. Таким образом вы выявляете, в чем проблема, в шаблоне, либо в каком-то конкретном плагине. Окей, идем дальше. Как узнать, что за ошибка в плагине? Бывает такое, что, ну прям вот, ну просто без этого плагина не жить, да, и нужно обязательно, и нужно понять, что за ошибка, где она находится, и вы решили рискнуть ее исправить. Ну здесь я сразу скажу, нужно знать программирование, да, и кодекс WordPress. Ну если вдруг, да. Значит, смотрите, для того, чтобы понять, что за ошибка, вам необходимо активировать показ ошибок. Для этого заходим на хостинг и переходим в корневую папку нашего сайта. Называется она public.html. Ну мы уже тут были, да, public.html. Переходим в эту папку и ищем здесь файл vp-config.php. Кликаем мышкой по этому файлу. Дальше нажимаем файл, это на хостинге TimeWeb, файл редактировать. Если у вас другой хостинг, то вам нужно каким-то образом там найти пуки, которые покажут вам, что вот файл редактировать, да, вот этот файл нужно отредактировать. Редактировать. Дальше в этом файле спускаемся ниже и ищем строчку define vp-debug false. Define vp-debug false. Сейчас я вам скину эту строчку. Сейчас, минуточку. vp-define false. Скопируйте себе где-нибудь ее. Нам нужно слово false заменить на true. Ну, это вот в программировании, да, false нет, неправда, true правда, то есть да, нет. То есть нам нужно вот здесь вот vp-debug, это показывать ошибки, по умолчанию нет, не показывать. Если мы поменяем false на true, показывать, да, правда, то у нас отобразятся ошибки. Потом, кстати, нужно будет обратно вернуть на false обязательно. False пишется как f-a-l-s-e. False, да. То есть нам обязательно нужно будет вернуть. А true пишется true-e. Вот так вот, да. Вот, значит, меняем false на true и открываем, соответственно, страницу. То есть в тот момент, когда у вас, например, исчез сайт, возникло 500 ошибка, вам нужно понять, по какой причине. Заходите на хостинг, редактируете файл vp-config, строчку, define, меняем false на true, открываем снова страницу. И вот здесь вот мы видим всякие предупреждения и замечания. Чаще всего ошибка вот такая 500-ая, да, и белый экран возникает, когда есть фатальная ошибка. Ну, вот здесь вот у меня не написано в списке только предупреждение, хотя тоже ошибка возникла. А в основном возникает такой вот сбой конкретный, когда появляется вот такая ошибка. Сейчас я вам ее вышлю, как это будет название, будет выглядеть. Фатальная ошибка, то есть ошибка, которая несовместима с жизнью сайта, да, с функциональностью сайта. Фатальная ошибка. Вот здесь будет написано вместо warning фатальная ошибка, и дальше читаем. Да, здесь все по-английски, да, здесь не программисту не разобраться, но если вот вы увлекаетесь темой WordPress, изучаете ее, то эти вещи вам нужны обязательно, да, вы должны разбираться. И здесь будет написано описание ошибки, дальше будет написано, где эта ошибка, да, вот, допустим, здесь четко написано, public.html, vpconcrete, плагины, то есть в плагине таком-то, в таком-то файле, в такой-то строчке номер. То есть будет написано, в каком плагине, какой файл и какая строчка. А дальше, дальше вы открываете этот файл и ищете вот эту строчку, ну и пытаетесь понять, где, собственно, ошибка, да, чего не так. Чего не так? Ну, обычно по описанию ошибки будет понятно, например, вот здесь написано, невозможно модифицировать информацию шапки, такой заголовок уже послан. Это значит, тут я уже просто знаю, да, такие ошибки, это значит, что какая-то функция прописана одинаково, да, то есть в каком-то плагине такая же функция с таким же названием, поэтому возникла такая ошибка. То есть вот такие вот вещи. Но это уже с опытом приходит, и если вы хотите стать разработчиком и серьезно изучать WordPress, то вот эти вещи будут постоянно у вас случаться, и вам нужно будет это все разбираться. После того, как вы увидели, где ошибка, поняли, чего надо исправить, исправили, после этого не забудьте зайти снова на хостинг и изменить вот этот define vpdebug, vpconfig на false, чтобы у вас вот эти штуки не всплывали, и чтобы люди это не видели. Потому что часто бывают не ошибки, а вот такие предупреждения. Это нормально, ничего страшного. Но если вы будете это показывать, то для хакеров вот эта штука, да, вот этот путь, это вообще лакомый кусочек. Представляете, путь на хостинге. Вот, это нужно скрывать. Идем дальше. Редактирование плагинов через админку. В разделе плагины у нас есть еще один такой подраздел, называется редактор, так же, как и в шаблонах. Здесь вы можете редактировать сразу же файлы плагинов у себя через админку. Для этого выбираем из списка плагин необходимый, нажимаем выбрать, выбираем файл для редактирования. Ну, редактируем, соответственно, здесь, да, и нажимаем обновить файл. Так, очень осторожно это делайте, потому что любая какая-нибудь ошибка в PHP, любая, приведет, конечно же, к ошибке, да, к сбою. Поэтому либо сохраняйте, либо делайте копию. Ну, в общем, все, чтобы не нарушить сайт и не сделать то, чего потом вообще будет невозможно исправить. Так, идем дальше. Как удалить плагин? Вообще, по поводу удаления сразу скажу, что если вы плагин не используете, удаляйте. Удаляйте, не держите их у себя в папках деактивированными. Чтобы удалить плагин, переходим в разделе плагины. Сначала его деактивируем, то есть нажимаем на кнопку деактивировать, а потом на кнопку удалить. Также вы можете перейти в специальный раздел. Здесь вот есть такая вкладка «Неактивные», и вам высветятся все ваши неактивные плагины, которые вы не используете. И вы можете просто галочкой здесь проставить все плагины, выбрать из списка «Удалить» и нажать «Применить». То есть все скопом их удалить. Десять раз подумайте, что у вас там. Посмотрите, проанализируйте ваши плагины, зайдите вот к себе сейчас в раздел «Плагины неактивные», и посмотрите, что у вас там за плагины. И если они вам не нужны, то удаляйте. Понятно, да? Не держите их, потому что какие-то, может быть, вы не следите, они там не обновлены, могут через дни залезть и так далее. Как обновлять плагин? Плагины обязательно нужно обновлять, потому что разработчики вносят изменения, закрывают дыры, если они появляются, да? И нужно обязательно за этим следить. Переходим в раздел «Плагин». Смотрите, вот когда вы заходите в админку, у вас напротив слова «Плагины» с правой стороны будут появляться циферки. Вот, например, у меня 4, да? Это значит, что 4 плагина просится обновиться. 4 плагина появились в новой версии. Переходим в раздел «Плагины». Дальше переходим вот сюда во вкладочку «Доступные обновления». Доступные обновления. И у вас на странице высветятся все плагины, которые хотят обновиться. Эти плагины у нас помечены вот здесь внизу специальной строчкой, где вы увидите текст. Доступна свежая версия такого-то плагина. Можно посмотреть информацию или обновить сейчас. Кликаем «Обновить сейчас». Ну и так по очереди каждый обновляем. Дальше второй вариант, как обновить. Вы можете перейти в раздел «Консоль», «Обновление». И здесь вот будет такой раздел «Плагины». И все плагины, которые нужно обновить, будут как бы выведены списком. Просто ставите галочки на всех плагинах и нажимаем на кнопку «Обновить». Все, так вы скопом обновляете все плагины. Ну что ж, на этом все. Это вся информация по плагинам, такая более расширенная. Ссылочку я вам выслала с дополнительными плагинами, если вы делаете самостоятельно блог, да. Это касается самостоятельного, самостоятельной настройки. Для шаблона об «Инспирейшн» там своя подборка плагинов. Вам не надо ничего из того списка, что я выслала. Следующее занятие у нас девяносто первое. Мы пройдем по поводу пользователей. Что такое пользователи? Ну вот вы уже по умолчанию пользователь как администратор, да, администратор вашего сайта. У вас есть определенные права. Вы можете зайти под своим логином и паролем, редактировать статьи, писать новые, устанавливать плагины. То есть у вас стопроцентные права использования админки. Также есть пользователи, редакторы, пользователи, подписчики и так далее. То есть мы посмотрим разные варианты пользователей, которые могут у вас быть на блоге. Пользователями могут быть дополнительные люди, которые, например, будут писать у вас статьи. У них будут, допустим, ограниченные какие-то права, например, только писать статьи и только редактировать, например, свои статьи. Или у вас будет редактор, который сможет редактировать статьи всех авторов, которые пишут статьи и так далее. То есть на самом деле это интересный момент, и мало мы о нем вообще говорили. Но вот разберем на следующем занятии. Пользователи, да. Также мы посмотрим вот по поводу пользователей. Очень частая ошибка и проблема возникает, когда, например, вы забыли пароль. Ну, знаете, да, что очень просто восстановить пароль через просто кнопку, да, восстановить пароль там и так далее. Забыл пароль и так далее. А я покажу вам еще один способ, более продвинутый, через базу данных. Интересно, да, ну, такой вариант. Я, допустим, им чаще пользуюсь, чем восстанавливаю пароль по ссылке. Следующее занятие у нас, обратите внимание, состоится в пятницу, 10 февраля в 19.00. Следующий месяц у нас будет три занятия, ну, раз в 10 дней. То есть следующие, как бы, у нас не раз в неделю, а раз в 10 дней. Так, ну, мы еще оповестим о следующем занятии. Так, я читаю, тут у нас много каких-то вопросов. Сейчас Григорий. Анфиса, подскажите, пожалуйста, какие данные на блоге влияют на предупреждение Яндекса в микроразметке Виккарт, поля FN и Орк не совпадают? Где, примерно, на блоге это можно исправить? Григорий, у вас шаблон какой? Абэйнспирэйшн? Это в Абэйнспирэйшн такое возникает или у вас какой-то другой шаблон? Если по шаблону Абэйнспирэйшн, то техподдержку это нужно запрос дать, я посмотрю. Если это шаблон какой-то другой, то вообще вот эта микроразметка, нужно смотреть FN и Орк. Сейчас я посмотрю Виккарт. Это, скорее всего, файлы касаются автора. Нужно смотреть. Нужно смотреть шаблон. На самом деле, не могу сейчас прям подсказать, надо смотреть внутри. Елена спрашивает, почему нужно деактивировать плагины при обновлении WordPress? Это чисто из безопасности, чтобы не возникла такая ситуация, когда у вас вдруг исчез блок. Потому что, смотрите, объясню еще раз. WordPress – это основной движок. Основной движок. Разработчики постоянно там чего-то меняют. Меняют, добавляют, какие-то функции удаляют, добавляют новые, меняют старые. А теперь представьте, у вас установлены плагины, внешние какие-нибудь плагины. Потому что сначала, смотрите, логика какая. Сначала обновляется WordPress, а потом разработчики следом обновляют свои плагины. То есть это потом происходит. А теперь представьте, если WordPress внес какие-то изменения критические, а у вас, допустим, какой-нибудь плагин стоит, эти критические изменения касаются этого плагина. Ну, там внутри разработчик использовал какие-нибудь коды, которые связаны с изменениями. И вы не деактивируете этот плагин, да, а сразу нажимаете «Обновить». То есть WordPress у вас получился с новым функционалом, с новыми изменениями, а плагин установлен и активирован со старым. И у вас произойдет сбой. Обновление WordPress – дело вообще серьезное. Поэтому лучше деактивировать плагины так, просто на всякий случай. На самом деле таких вот ситуаций немного возникает, вообще редко на самом деле. Но уже просто, ну, на всякий случай, деактивируйте плагины, на всякий случай, мало ли. Может еще, кстати, знаете, чтобы обновление же плагина делается удаленно. То есть плагин, сам WordPress лежит на хостинге WordPress. И смотрите, когда вы нажимаете на кнопку «Обновить», ваш хостинг, ваш хостинг, ваш сервер делает запрос на сервер, где лежит WordPress, запрашивает пакет, он загружается на ваш хостинг, распаковывается и так далее. Вот в этот момент запроса, передачи и так далее, нужен очень хороший интернет. Понимаете, да? И если вот такие чудеса тоже бывают, в этот момент волшебный, когда происходит вот эта передача, у вас просто исчезает связь интернет, передача не завершена и вот все как бы нарушилось, да? Поэтому это не касается плагинов, но такое тоже бывает. Почему, собственно, там есть такое предупреждение, сделайте копию WordPress. Если что, сделать откат. Это как раз по этой причине, чтобы не было такого сбоя. Поэтому плагины тоже касаются этой же причины, да? На всякий случай мы их деактивируем. На всякий случай. Владимир пишет, что сейчас многие создают сообщество с платным входом membership. Можно ли реализовать на данном шаблоне? На шаблоне нет. Шаблон этого не предусматривает, но есть специальные плагины. И, допустим, вот у нас же тоже есть сайт с членством. Вот, допустим, наш тренинговый центр, мы проводим вебинары бесплатно, потом записи загружаются туда. И только участники клуба, да, которые оплатили членство, они имеют туда доступ. И вот это все реализовано тоже на шаблоне AB Inspiration плюс плагин Wishlist Membership. Wishlist Membership. Мы будем его на вебинарах в дальнейшем рассматривать. Это платный вебинар, стоит он... Ой, сейчас, дайте, не вспомню, сколько там стоимость. Ну, у них тоже меняется, но около 100 долларов он стоит, этот плагин. А, 300 уже? Вау. Ну вот он уже 300 стоит, да, этот плагин. Я помню, мы еще купали за 100. Вот, 300 долларов этот плагин стоит, и он очень сложный в настройке. Вот честно скажу, прям вот очень сложный. Но есть еще другие плагины, есть аналоги российские. MemberLux, по-моему, есть. Он тоже платный, MemberLux. И еще ряд плагинов. Вот мы все будем это тоже разбирать. То есть сам шаблон, вот сам по себе просто шаблон, не решит этот вопрос со входом членства. Нет, это слишком большой функционал, слишком сложный, и для него нужен дополнительный плагин, как все равно, что для магазина, да. Для магазина тоже делается отдельный плагин. Вот. Но на самом шаблоне, даже вот без плагина Membership, можно сделать закрытые статьи под паролем. Ну, это самый такой элементарный способ. Это когда вы создаете статью и закрываете ее под паролем. Просто придумываете пароль, и могут открыть эту статью только те, у кого есть этот пароль, кому вы вышлите. Например, так. Такое можно сделать, даже без сложного плагина. Так, Александр. Вопрос. У меня брошенный блок более года. Что можно сделать? Может он под баном Яндекса? Как узнать? Если под баном, то на этом домене другой блок сделать нельзя. Может быть, это вам тема для урока. Может быть. Но как узнать, под баном или нет? Смотрите, есть такой сервис PRSY, например, да. Ну, их много разных, я этим пользуюсь. Зайдите в этот сервис, введите ваше там доменное имя, и внизу, где-то там, чуть ниже, вы увидите информацию, под баном он или нет. Сейчас я даже посмотрю пример. Там будет очень много разной информации, там по вашему сайту и так далее. И будет такой момент, как... Сейчас я даже точно скажу, как он называется. Склейка домена, реестр. А, вот, фильтр АГС, да, санкции. Такой раздел, там будет санкции. Там будет три пункта. Склейка домена, фильтр АГС, реестр запрещенных сайтов и так далее. То есть, если там будут какие-то указания, будет написано, да, есть или нет, то, соответственно, вы поймете, да, нет. А если, может быть, допустим, снят с фильтра, да, и так далее. Ну, нужно посмотреть. Вот таким сервисом можете воспользоваться. Так. А вообще, Александр, надо вернуть блог и начать его снова вести. Надо посмотреть, что там у вас есть, обновить все, создать, может быть, новый, заново настроить. Надо смотреть, на чем вы там закончили, на чем бросили. Так. Александр, прохожу обучение, а там советуют поставить VP SuperCash. AdvancedCash уже установлен на Binspiration. Это не одно и то же. Очень хороший плагин, VP SuperCash. Это для ускорения и для кеширования. Поэтому, нет, на шаблон он не установлен. Устанавливайте, если советуют. Это в основном для таких слабеньких хостингов. Ну, и вообще, для ускорения неплохой плагин. Можно ставить. Я себе нигде не ставлю, у меня все нормально там работает. Вот. Ну, не помешает. Можете ставить. Ольга, спасибо большое. Мощный вебинар. Я рада. Отмечательно. Так, Григорий, что-то я отвлеклась фамилиями организация. Это к чему? Не поняла. Так, Дина, спасибо большое. Полезный, рада. Так, Татьяна. Спасибо, спасибо. Так, Елена, плагины надо деактивировать по одному или можно все вместе? Можно все вместе. Иногда какие-нибудь там сбои происходят, но чаще решаются очень просто. Обновляете страницу и все. Вот. Можно все вместе. Но я на самом деле делаю все вместе и перекрещиваюсь всегда. Как бы я делаю так, но это может быть не очень хорошо, потому что мало ли там, что какой сбой. В идеале, конечно, по одному лучше. Опять же, на всякий случай. Так, Дина, у меня WordPress обновляется автоматом. Это подверсии обновляются. Если основные версии, то все равно нужно нажать на кнопку обновить. Так, Владимир, сейчас многие создают сообщение. А, это вы заново, да? Они подверсии обновляют. Вот если вы видите, что у вас обновляется WordPress автоматически подверсии. Если, допустим, сейчас выйдет пятая версия, то ее нужно будет обновить самостоятельно. Вы это увидите. Светлана, есть ли KB Inspiration в дополнение плагин создания закрытого раздела? Нет, нет, такого плагина нет. Дело в том, что это вообще мощный функционал и делается прямо вот, наверное, целыми командами программистов. И здесь просто мы будем советовать, какие плагины. То есть самостоятельно разрабатывать мы такой плагин не будем, потому что есть уже готовые решения. Они платные, они сложные, они как бы сложные в настройке, сложные в использовании. Поэтому там нужно вообще разбираться и разбираться, как с интернет-магазином. Вот, мы пользуемся Wishlist Membership, такой плагин, невероятно сложный вообще. Вот, сложно он не потому, что там сложно, а потому что инструкций толковых нет. Западные разработчики вообще особо не заботятся о, как это называется, о инструкциях. И чаще вообще там для программистов инструкции. То есть даже будучи человеком не новичком, иногда крайне сложно разобраться, как что сделать. Вот, это Wishlist Membership. Российский есть очень хороший плагин, многие его хвалят. Это MemberLux. MemberLux, может быть, слышали, да? Вот, многие пользуются наш интернет-предприниматель этим плагином. Он на русском, техподдержка на русском. Вот, хороший. Для шаблона Binspiration конкретно мы разрабатывать не будем, но вы можете пользоваться сторонними решениями. Светлана, да? То есть сторонние, это не запрещено. Шаблон ABinspiration вы можете ставить любые плагины. Единственное, что смотрите, конфликтует, не конфликтует. Но мы чаще, мы знаем, какие люди используют плагины. И если возник, например, конфликт, к нам обращаются, мы уже смотрим. И по возможности устраняем этот конфликт. Потому что если вы используете какой-то сторонний плагин, мы уже смотрим, почему там наш шаблон конфликтует, как это исправить. И вот чаще, точнее, всегда исправляем. Какой именно вишлист? Давайте я напишу вам вишлист. Вы этот имеете в виду, да, Татьяна? Вишлист. Не знаю, Василий, может быть, вышлет. Вишлист Membership. Ссылочку на этот плагин. Это западный плагин, членство. Так, я не умею делать копирование данных. Это сложно, это проходило. Это вы имеете в виду делать дамп, да, копию базы данных. Вообще на хостинге делается копия базы данных всегда. Если у вас нормальный хостинг, например, таймвеб, да, народным, так сказать. Я сейчас вам даже покажу экран. Это крайне просто. У меня просто открыт хостинг. На хостинге это делается элементарно, в два клика просто. Во-первых, они делают этот дамп автоматически. Во-вторых, вы можете просто его скачать. И делается это так. Вы заходите, вот, например, таймвеб, да, здесь есть раздел, на любом хостинге есть, должен быть, по крайней мере. Управление бэкап, такой есть раздел, управление бэкап. Дальше вы здесь, вот здесь есть файлы, есть база данных. Вот файлы, это файлы, да, понятно. А база данных это все, что вы пишете. Ваши статьи, комментарии, страницы и так далее. Вот, пожалуйста, выбирайте базы данных, выбирайте дату, когда был сделан, да, в общем, 30 января. Выбираете базу данных, нажимаете скачать. Вот здесь вот скачать. Сохранить бэкап, то есть сохранить файл к себе на компьютер. Все, вот у вас, пожалуйста, бэкап. А если вы хотите выполнить откат, например, произошел сбой, что-то сломалось, вы всегда можете сделать откат. Выбираете, опять же, дату. Обычно, вот на таймвейбе последние три бэкапа, делают они их через три дня, каждые три дня. Ну, допустим, вот 30 января бэкап, делаю откат. Но вы должны понимать, да, что, допустим, 30 января, это у нас было, когда? Вчера, да. И если вы, например, сегодня написали статью, и у вас произошел сбой, и вы делаете откат, естественно, вы эту статью потеряете. То есть все, что вы делали сегодня, вы потеряете. Это нужно учитывать. Так, сколько стоит вход в клуб? Это сейчас Василий вышлет. Павел, спасибо за добрые слова. Спасибо, друзья, за... Я рада, что вам полезно. А, вот что я имею в виду. Фамилия, имя, организация, это по поводу Яндекса. Все равно, по поводу БАНа, как это относится к БАНу. Расскажите про ThemeTestDrive. Не знаю, такой плагин. Смотрите, Валентина, все очень просто. У нас есть специальный раздел на нашем... Сейчас, сейчас, сейчас найду. Так, 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 где он тут у меня? Сейчас открою. На сайте VP-тренинг. Это там, где у нас выкладываются все записи вебинаров, и там, где у нас на членский клуб, да, где вы можете записи все посмотреть. Вот здесь вот все инструкции профблогера. У нас есть такая страница «План занятий». План занятий. Зайдите на эту страницу, вот прям сейчас. Зайдите на нее. Я сейчас вам скину ссылочку. План занятий. Спуститесь в самый-самый низ. Спуститесь в самый-самый низ. Вот здесь вот. Ой, что же мне это никак. Самый низ. И вот здесь вот есть у нас поле. Комментарий, да. Напишите свое имя, e-mail, веб-сайт, и напишите ваши пожелания. То есть все пожелания по поводу будущих вебинаров, какие бы темы вы хотели разобрать и так далее, только приветствуются. Поэтому пишите все, что вы хотели бы, чтобы мы прошли. Вот здесь вот. И отправляем. Я все это читаю, и дальше уже, ну, реализовываем по ходу, да. Окей, идем дальше. Так, по поводу стоимости вход в клуб, да. Смотрите, еще раз, да. Значит, если вы хотите присоединиться к сообществу, тренинговый центр вдохновения, и иметь доступ ко всем вебинарам, которые, к записям, которые прошли уже в течение двух лет, очень много мы уже тем разобрали. Вы можете их посмотреть, какие темы уже были пройдены. Посмотрите, вот здесь зайти на сайт vptraining.ru, все инструкции профблогера. Вот зайдите прямо сейчас на эту... на эту страничку. Вот, инструкции профблогера. И вы здесь увидите, вот сколько уже было занятий. Вот здесь вот в боковой колонке вы увидите, какие темы проходили. Ну, допустим, по админке редактору 27, по виджетам 2 было вебинар. У нас все вебинары по часу и более, то есть это объем гигантской просто информации. Продукты Google, то есть там все были... Вы проходили карту, проходили формы, проходили... Что там еще, я уже даже не помню. Ну, в общем, много-много всего мы тоже проходили по публикации аудио, вебинары, видео. Ну, в общем, вот это все посмотрите. Это все, что мы проходили уже за эти... Здесь четкое описание есть. Так вот, доступ к этим, ко всем вебинарам у нас происходит только для участников клуба. Чтобы стать участником клуба, необходимо зайти на сайт vpplaza.ru. Сейчас я вам скину точную страницу. Есть продукт, называется «Пошаговые инструкции ассистента блогера самой тренд-профессии в интернет». Просто мы такую информацию на самом деле проходим. Это профессиональная информация, и она больше подходит для профи, которые будут дальше работать как профессиональные блогеры. Я имею в виду помощники технические. Итак, переходим вот по этой ссылке. Дальше. Нажимаем. Здесь он стоит 29 900, да, то есть почти 30 тысяч. Спускаемся ниже. Нажимаем на кнопку «Добавить в корзину». Добавить в корзину. Дальше. Нажали «Добавить в корзину». Попадаем в корзину 29 900, да. Дальше вводим купон 50. Нажимаем «Применить купон» и получаем скидку 50%. Итого сумма 14 955. Дальше перейти к оформлению и оплачиваем удобным способом. Вот сейчас у нас идет скидка 50% на вход в клуб на год. На год вперед вы получаете предыдущие записи и на следующий год все вебинары и записи, которые будут проходить в течение года. Так, Светлана, разбор плагинов подробнее не будет. Каких плагинов? Их 49 тысяч, если вы видели. Поэтому, смотрите, Светлана, основных, которые на шаблоне, их лучше улучшать надо. Которые основные, которые в шаблоне, нужно конкретно, пишите конкретно, какие плагины. Смотрите, если что-то, что не входит в шаблон AB Inspiration, не описано в видеоинструкциях, и вы хотите что-то дополнительно, то пишем свои пожелания на сайте vptraining.ru в разделе «План занятий». Вот здесь вот пишем свои пожелания, какие плагины вы хотите, чтобы мы разобрали. Если они не входят в набор шаблона AB Inspiration, если про них нет видеоинструкций в клубе, да, я имею в виду шаблон AB Inspiration и так далее. А если что-то такое, да, не знаю, интересное, что вы хотите, пишем пожелания. Еще момент по поводу самих живых вебинаров. Они также остаются на следующий год бесплатными, то есть, в принципе, живые вебинары можно посещать бесплатно. Платные у нас только в клуб и получение записей следующих год вперед. Ну что, друзья, на этом все. Если больше нет вопросов, я рада была сегодня вас видеть, хорошо поработали. Надеюсь, у вас никогда не будет возникать проблем с плагинами, которые были сегодня озвучены. Но если будут возникать, вы всегда знаете, что делать. Первое, что нужно делать, это никогда ничего не бояться. И знать точно, что любая проблема решаема. Если вы видите, что проблема нерешаема, смотрим пункт первый. Понятно, да? Любая проблема решаема. Любая. Нет таких вещей в интернет, нет таких вещей в WordPress, которые бы сделали вашу жизнь плохой, ужасной и прочей. Все только в радость, все только на благо. Поэтому не паникуем, как правильно Евгений говорит. Все решаемо, следуем инструкции, отключаем. Ну, на худой конец, если уж совсем катастрофа, удаляем и делаем все сами еще раз. Когда особенно я начинала еще 7 лет назад, начинала я, переделывала, удаляла и все прочее по нескольку раз во время создания сайтов. Так что это дело тоже нормальное, можно делать, ничего страшного. Копии на хостинге всегда есть, на хостинге. Поэтому, если хочется, периодически, как я сейчас показала, скачивайте себе бэкапы, да? То есть копии, пусть они у вас будут, если так будет спаться спокойнее. Вот, ну, вообще, на самом деле, даже самые страшные проблемы, залезли, разрушили, удалили сайт, еще что-нибудь, даже такие самые страшные, они, если вы сразу похватились и увидели, решаются с помощью восстановления бэкап. Заходите на хостинг, нажимаете на кнопочку бэкап восстановить и, в общем-то, все. Я с джунглой начинал, это был ужас, да. Я джунгл, честно признаюсь, не люблю. Так, если обновили плагин, а он хуже старого, как вернуть предыдущий? Ну, если вы его удалили, тогда нужно снова его загрузить и активировать. А, если обновили, а он хуже старого, все, я поняла, да, в чем вопрос. Ну, никак, делать бэкап, делать бэкап. Если вы обновили, тогда нужно зайти и вернуть сайт вообще на предыдущую версию, потому что, как правило, старые версии, либо они не скачиваются, но вообще нужно обновлять. Так вот, я даже не могу представить, что может быть хуже, что можно сделать хуже в новой версии. Если это касается шаблона об Inspiration и его плагинах, то в техподдержку напишите. Мы такие вещи очень любим, и если что-то кому-то не нравится, мы это рассматриваем и собираем такие запросы. Вот, было у нас несколько вариантов, когда мы какие-то вновшества вносили, люди обновлялись, пользователи, а потом говорили, ой, было раньше лучше. Ну, вот если таких запросов наберется, там штук 10, то мы, ну, ладно, возвращали обратно. Спасибо большое, друзья. Я вас тоже очень сильно люблю. Все, рада была вас сегодня видеть. Хорошо поработали, аж 2 часа. Вот, и до встречи, когда там у нас, 10 февраля в 19.00 в пятницу. Жду вас в этой комнате и продолжим наши вебинары по WordPress. Приближаемся мы уже к пеналу пользователей. Поговорим про пользователей, что мы можем там делать с ними и как мы можем с этим работать и использовать. Все, друзья, хорошего вам вечера. До встречи в пятницу, 10-го. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok